Пентагон снял гендерные ограничения и разрешил американкам служить во всех родах войск. Свои двери для женщин откроют даже такие знаменитые подразделения, как морские котики, зеленые береты и воздушный десант. Таким образом, представительницы прекрасного пола теперь будут наравне с мужчинами водить танки, стрелять из минометов и ходить в разведку, то есть принимать активное участие в боевых действиях. Правда, для этого придется пройти обязательный для всех строгий отбор, чтобы доказать свое соответствие стандартам тех частей, в которых хочется попасть. Ранее американки могли учиться в военных академиях и проходить службу только в некоторых родах войск, о том, чтобы посылать их на передовую, и речи быть не могло. И еще о деятельности военного ведомства США. Оно опять оказалось в центре скандала из-за огромных расстат. Пентагон потратил почти 150 миллионов долларов на нескольких сотрудников, которые во время командировки в Афганистан жили не на военных базах, а на шикарных виллах, обустроенных не хуже, чем особняки голливудских звезд.